Здравствуйте, товарищи! Сегодня в гостях у нас очень интересный гость, писатель Игорь Шнуренко, и обсудим мы с ним ни много ни мало моральный кодекс строителей нового мира, нового, как говорится, цифрового концлагеря. Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте! Игорь, на словах, то есть на языке у многих, кто застал Советский Союз, есть такое понятие «моральный кодекс строителей коммунизма». Да, это, я думаю, что многие знают, даже молодые. Но те люди, о которых мы очень много с вами говорили, то есть Клаус Шваб и ему подобные, ну это все-таки люди, да, то есть это же не машины, они же не типированные там никакие, это люди. У них есть свое мировоззрение, свои взгляды, какие-то моральные ценности, то есть у них есть какой-то моральный кодекс. Что это за кодекс? Ну, смотрите, на самом деле с этим кодексом все не так просто, потому что создали вот этого цифрового левиафана, как я говорю, вот эту сеть из компьютеров, людей там, которые, по сути дела, сейчас можно сказать, что правят миром, как это бы не странно звучало. Так вот, создают это, так сказать, элиты и разработчики какие-то определенные, которые, в принципе, морали никакой, мы, конечно, не имели. То есть мы… В нашем понимаем. Да. Но своя-то у них какая-то есть. Я думаю, что практически никакой. То есть вот для них… Мы же видим, как они себя друг с другом ведут, все средства хороши, то есть они… У них нет морали. Практически, ну, даже вот этой вот клановой, может быть, этики. Мы говорили когда-то, да, о… С моей точки зрения, они как минимум друг друга не убивают. А, как знать. То есть уже какая-то есть… Если им это выгодно, они и убьют. Ну, я к тому просто, что есть элиты старые, в кавычках, естественно, элиты, да, которые создали этого левиафана, а вот с моральным кодексом строителя нового мирового порядка, о котором я говорю, это уже как бы следующий этап. И об этом, кстати, я вот тоже в книге «Убить левиафана», которая скоро выйдет, рассказываю довольно подробно. Там есть несколько глав, на самом деле, по этому поводу. Действительно, на смену вот этим старым элитам, которые думают, что они владеют миром, что уже мир у них в кармане, потому что мы видим, как в прошлом году, так сказать, и в этом тоже. Все страны построились, все народы приняли то, что им самые абсурдные вещи предлагали, все они ходят как надо, делают ку. И вот эти элиты, они, кажется, могут расслабиться, потому что действительно все в кармане, все хорошо. Но, как я показываю как раз в этой книге «Убить левиафана», там на смену идут вот эти молодые цифровые волки, как я их называю, очень безжалостные люди. Отморозки. Да, но вот они, с одной стороны, могут выглядеть как отморозки, но у них есть уже этика и мораль. Вот они как раз ближе к тому, что вы говорите, что у них есть… Они осознают себя, во-первых, как некую, так сказать, общность такую. Они… Элитное. Какое-то единство. Они при этом понимают, что не они пока что принимают решения, что они только… Они такой сейчас обслуживающий персонал. Это тот человек, который включает компьютер или грузит в него программу. Ну, грубо очень, потому что понятно, что они сами этим не занимаются. Образно говоря, да. Да, они сопрягают как бы вот этот элитный мир элиты правящей, именно политической даже элиты, с миром машин, да, вот с тем самым цифровым левиафаном, с цифровыми устройствами. А в будущем просто это будет тотальное. Повсюду они собираются, по крайней мере, и озвучивали свои планы не разу. То есть создание интернета машин, интернета тел, интернета душ, по сути дела, и так далее. И получается так, что их что-то должно сплачивать. И я это просто обнаружил. На самом деле я сам, ну, не выдумал бы этого. Наверное, сам как-то я не придумал бы ни тезисов этой морали, да. Да, вообще даже не было бы у меня, наверное, и понимания того, что она вообще существует, если бы ни одно замечательное событие, которое на самом деле уже проходит давно, но внимание к которому, ну, как раз вот и в этой книге тоже я хотел бы привлечь. А именно это фестиваль «Горящий человек» Burning Man, который проходит каждое лето в пустыне Невада на, между прочим, территории, значит, американского правительства, то есть организаторы. А организаторы, что интересно, значит, это компания BlackRock, значит, но это не та самая компания, но, значит, ничего не бывает случайно тут. То есть это все равно, ну, вот этот образ. Город называется, то есть они собираются в пустыне, они строят там город, который так и называется BlackRock City, и там принимает участие несколько десятков тысяч человек. Причем это люди со всего... Чембилдинг такой? Да, это люди со всего мира, которые приезжают туда, платят немалые деньги. Это, прежде всего, это как раз те самые технари, это как раз та самая новая элита, которая живет вот эту старую с лица земли. И вот у них как раз там есть определенные установки, которые я и назвал моральным кодексом строителя нового мирового порядка. Вот, они все, конечно, по сути трансгуманистические. В общем, сама идеология вокруг этого – это, без сомнения, трансгуманизм. То есть тут вопросов даже нет никаких, потому что сам фестиваль проходит вокруг некой конструкции. Эта конструкция изображает человека, огромного там в несколько этажей высотой, которого в конце торжественно сжигают. Поэтому и называется «Бернингмен», «Сожженный человек». На протяжении вот последних лет принимали участие очень многие люди из разных стран, в том числе в Москве есть даже клуб людей, которые принимали в этом участие. И это, как я сказал, это создатели стартапов, это ведущие разработчики, технари, инженеры, деятели культуры, которые примкнуть стараются вот к этому же движению. Как правило, молодые, более-менее молодые люди. Их, вот, как я сказал, съезжаются уже десятки тысяч. Они имеют деньги, то есть входной билет там дорогой, и там тебе ничего, там нет ничего, все включено. Ты должен приехать на своем, так сказать, на своей машине или каком-то, так сказать, аппарате для передвижения. Ты должен все вести свое с собой. Там они обмениваются идеями, там они, так сказать, но у них там все спланировано. Это просто вот как раз в книге я об этом очень подробно пишу, как и что там происходит. Есть определенные ритуалы. Все они имеют такое трансгуманистическое значение. И это движение родилось тоже не вчера. То есть оно на самом деле существует уже, пожалуй, там формально, можно сказать, что десятки лет. По факту где-то, ну вот с конца, с середины конца девяностых оно стало быть заметным. В последние годы, вот я об этом движении услышал в семнадцатом году, то есть четыре года назад, на конгрессе в Барселоне там по, так сказать, искусственному интеллекту. Там был один мой знакомый итальянец, который такой, один из ведущих постов занимает вот в этой Hyperloop у Илона Маска. И он сказал, что вот есть такой замечательный горящий человек, куда нам всем нужно ехать, там так кайфово, там так здорово. Я, правда, вот из расспросов я так и не понял, что именно там так кайфово и так здорово, но понял, что там как бы вот люди того же менталитета собираются просто и чувствуют плечо друг друга. Так вот, вот из них, собственно, и образуется вот эта новая элита, которая, конечно же, сметет старую, если дальше все будет идти в том же направлении. И просто несколько слов об их ценностях, потому что, как я сказал, это ценности трансгуманизма. Я хотел, чтобы вы уточнили, потому что YouTube – это такая штука, что многие нас могут смотреть впервые, да? То есть кратко тезисно, на чем основывается идеология трансгуманизма, тем, кто смотрит нас впервые. Да, да, трансгуманизм, на самом деле, это, конечно, не новая идеология. Многие считают, что, ну так, посмеиваются над этим, то есть считают ее чем-то вроде такого технологического утопизма, что вот некие ученые или разработчики, или фантасты, писатели, футуристы придумывают некие будущие миры, где люди будут переселяться в машины и перекачивать свой мозг в какое-то непонятное состояние, но передаваемое, то есть материальное, тем не менее. Они думают просто, что это некое описание каких-то футуристических процессов, вот это называется трансгуманизмом. Ну, мало ли, какие маргиналы существуют на свете, то есть даже не маргиналы, а просто фантасты, да, ради бога. Но если начинаешь в этом разбираться, то ты, во-первых, видишь, что это очень мощное движение, это очень влиятельное движение с богатой историей, и оно основывается, я бы сказал, что на четырех таких источниках и четырех составных частях, практически как марксизм, только там было три. На самом деле их, конечно, больше, то есть я как-то выделил основные части. Первая часть – это, я бы назвал это позитивизмом или таким как раз технократическим оптимизмом, это вера в прогресс, вера в то, что технологии изменят мир к лучшему сами по себе без каких-то общественных процессов и без участия человека. То есть просто вот сами по себе технологии, мы там запустим какие-то чудесные вот эти вот, то, что нам говорят, вышки 5G, чипируемся все и будем счастливы. То есть будем двери открывать прикосновением руки. Вот это вот адепты этого технооптимизма, они верят в то, что действительно этот путь сделает человечество счастливым. Есть такие, как Курцвейл, который, кстати, вовсю фигурирует в наших программах развития образования или строительства умного города Москва, то есть в каких-то официальных документах. То есть это люди, которые рисуют эти оптимистичные графики с экспонентами, то есть графики все время идут куда-то ввысь, то есть как человеческое счастье, о котором тоже можно сказать, что в одной из концепций, я прочитал японской концепции такого общества, что человек обязан быть счастлив, он не может быть несчастным. Вот мы это все построим. То есть это вот первый камень, это вот этот технооптимизм. И тут можно вспомнить, на самом деле это имеет такую серьезную и философскую подоплеку, это и позитивизм, то есть это целая история веры в науку, да, это сциентизм и так далее. То есть тут много, так сказать, можно имен перечислить. Второе основание – это бихевиаризм. Это как раз вера в то, что человек – это просто набор как бы неких реакций на внешние стимулы. То есть это вот то, что у нас создается в стране, вот эта цифровая окружающая среда, ЦОС, значит, в образовании, и что человек будет полностью этой цифровой средой определяться. То есть человек – это не более чем реакции его на внешние условия, внешние обстоятельства. И, допустим, то есть это тоже в это свято верят все трансгуманисты. И из этого следует, что у человека нет сознания, нет свободы воли, которая могла бы действительно что-то изменить. И мы даже вот эти тезисы встречаем вполне… То есть человек спущен на уровень животного. Конечно, да. Даже не животного, а машина. Это биомашина. Некоторые даже выражаются биомусор. Биомашина, которая вот можно ей, поскольку известны вот эти вот рычаги воздействия, можно ей спокойно управлять и нужно управлять. То есть для технократов… Не только можно, а главное – нужно управлять. Нет, для технократов, если можно, значит нужно. То есть это… Затем очень важная составляющая – это, как ни странно, ну как бы такая химическая или химиобиологическая, или химиобиологомедицинская. То есть это как раз то, что мы наблюдаем как раз, да. Это то, что вот этими процессами можно управлять при помощи вот внешних этих воздействий. То есть это либо химия. Вот я под химией тут понимаю субстанции наркотические. И это… Ну мы видим, что сейчас Запад, он весь переполнен, пропитан как бы не просто наркотиками самими, да, а даже верой в то, что действительно это нужно, это меняет сознание. И вот, кстати, вот эти ребята, которые приезжают на этот замечательный фестиваль «Горящий человек», это даже там не называется наркотиками. Просто у каждого есть свой набор колес, которые действуют тем или иным образом, и ничего в этом ненормального они не видят. У меня вот знакомая работает в компании «Гугл» в Сан-Франциско, и она просто с гордостью практически мне говорила, то есть в Москве вот окончила мехмат, поехала туда, бедная девушка. Ну уже выросла, то есть у нее сыну уже 16 лет, и она говорит, что она сама ему покупает таблетки эти, причем они реально продаются только по рецепту, то есть они там реально такие сильные по воздействию. Одними из первых, кто это ввел в практику, это был известный Тимоти Лири, творец ЛСД и целого мира, то есть можно было прикоснуться к сознанию космическому, когда ты употребляешь это ЛСД и так далее. И вот эта линия идет. Значит, и сейчас вот мы видим, как, я думаю, что вот сейчас мы видим там определенную субстанцию тоже рекламируют, которая делает человека здоровым. Якобы. Вот, якобы, да. А скоро будет уже субстанция, которая его сделает еще и счастливым, потому что здоровья мало. Нам же вот японцы сказали, что мы обязаны быть счастливы все. И это тоже очень важная составляющая. Четвертое основание – это нигилизм. Это европейский нигилизм. Это как раз вот к вопросу о том, что в каждом уважающем себя учении, так сказать, должна присутствовать как основание немецкая философия. Ну вот без нее не обойтись. Она была в марксизме одним из оснований. И вот здесь тоже, да, в трансгуманизме тоже. Конечно, это философия Ницше прежде всего. И, ну, Ницше, на него как бы всех собак уже навешали, да. То есть он теперь из-за трансгуманизма у нас в ответе. Но вот, ну, куда деваться? Из песни слов не выкидывается. Да, он действительно запустил в мир определенные тезисы и определенные книги, определенные установки. И они, конечно, развивались там. Они были усилены какими-то другими авторами, да, другими философами. Очень много на эту тему писал вот как раз Хайдегер, который исследовал как раз европейский нигилизм. Но вот интересный факт, что само слово нигилизм в европейскую философскую мысль вошло из, естественно, да, произведения Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Базаров, да? Да, об этом Хайдегер пишет просто. И Хайдегер там ссылается и на Тургенева, и на Достоевского очень много в своих работах. То есть немцы это все, естественно, читали. И вот просто когда Ницше сказал, что Бог умер, да, и все позволено, да, вот это очень важное основание, это тоже краеугольный камень трансгуманизма. Потому что Бог умер для них, все позволено. Это без этого никак. То есть это вот этот тезис, который важен был для Гитлера, да, он важен был для фашистов, и он важен точно так же для трансгуманистов, потому что он позволяет… Ну, Гитлера было «С нами Бог». Ну, там, я думаю, это был как бы такой маркетинговый ход скорее. Вот. И, кстати, да, трансгуманисты, они не чужды вот этим маркетинговым ходам. То есть вот четвертое основание. Просто некоторые… Есть точка зрения, что трансгуманизм – это трансгуманизм. То есть значит, он идет от гуманизма. Я считаю, что она во многом… Это как раз и есть этот маркетинговый ход. Да, что она притянута за уши, это точка зрения, потому что понятно, что, конечно, даже в гуманизме возрождения, в европейском гуманизме есть разные ответвления, и можно притянуть за уши все, что угодно, конечно. Но на таком идеологическом, идейном уровне я бы не стал этого делать. А с нигилизмом все очень просто и четко, и прямо вырисовывается тренд, как бы, и об этом тоже… Ну, на самом деле, не я первый это заметил, естественно. Есть исследователи, которые там вот, начиная с Хайдегера, да, которые об этом тоже писали. Вот. Это очень важный источник. Так вот, и я думаю, что имеет смысл, может быть, поговорить о самом этом моральном кодексе строителей нового цифрового порядка или нового мирового порядка. То есть я обнаружил эти тезисы на форумах участников фестиваля этого Burning Man. И там они сформулированы, там есть, ну, разные… Я думаю, что через какое-то время выкристаллизуется 10 заповедей. Мы еще поговорим, я думаю, что имеет смысл сделать даже отдельную программу исключительно про эти 10 заповедей строителя нового мирового порядка. 10 заповедей трансгуманиста. Но они, вот я предвосхищаю, может быть, ваш вопрос, они отнюдь не какие-то сатанинские, скажем, да. Вот этого там нет. То есть там не то, что там, так сказать, первая заповедь – пойди там… Вычасти планету от биомусора, да? Да, да. Такого там нет. Все ровно наоборот. То есть первая заповедь и самое главное – это инклюзивность. Все должны быть включены в это прекрасное общество. Это вот возвращаясь к тезису, что ты обязан быть счастливым. Ты обязан участвовать. Вот чтобы мы с тобой там сделаем просто все, что угодно, но ты должен принимать участие. И это, кстати, вот эти тезисы, они очень перекликаются и с даже христианскими тезисами, и с тезисами строителя коммунизма. То есть они все про хорошее, они все про добро. То есть они все про то, что надо дарить людям бескорыщенно. Счастье. Нет, просто ты должен, допустим, просто увидеть человека в кафе и купить ему чашку кофе, ничего не требуя взамен. Вот эти тезисы, они все такие очень хорошие с виду. Ты должен при этом принимать участие, тоже это обязательно, да? Ты должен принимать участие в общественной работе. То есть все как такой швабовский комсомол. То есть ты должен распространять, значит, позитивную информацию о них же, да? То есть абсолютно вот как комсомол такой, да? И я убежден, вот понимаете, в чем дело, что вот эти тезисы, они привлекут молодых людей, потому что... Особенно у нас, потому что у нас нет никакой диалоги, это слово совсем, да? Да, предыдущее вот это поколение элиты, у них нет вообще никаких, никакой морали, никакой этики. Они готовы там продать страну, будущее своих детей, уничтожить людей просто ради, там, небольшой даже наживы, даже не говоря уже о чем-то другом. И на этом фоне ребятам молодым скажут, что вот, смотрите, вот есть такой фестиваль, где в конце сгорает человек, и в нем сгорает весь старый мир. И на его месте мы построим новый мир. Мы наш, мы новый мир построим. Всеобщего счастья, где будет, все будут счастливы. А если ты не будешь счастлив, то мы тебе вколем субстанцию, и ты будешь все равно влюбиться. То есть, причем вот вколит это тебе с радостной улыбкой, вот этот один из комсомольцев, он просто увидит несчастного человека. У вас нет на лице улыбки. И он чашечку кофе ему купит. Что-то с вами не так, значит. И вот это, кстати, вот эти вот тезисы морального кодекса строителя нового мирового порядка, они как раз рассчитаны именно на такое роевое воздействие. Это не тезисы, вот как христианские, по сути, которые обращены к личности, к человеку. Там вот этого вообще нет. Вот это меня удивило, кстати. Там есть верность вот неким роевым установкам. И там, кстати, там даже… Коллективное бессознательное. Да, там есть даже практики, когда ты должен делать то, что тебе не хочется. Ты должен тренировать себя на этом. То есть, допустим, ты атеист, вот там пример приводился один, что вот человек записался в добровольцы в какую-то церковь протестантскую, помогать им на службах и так далее. При этом он убежденный атеист. Но это его тренировка, это его как бы немножко так вот ломает. Чуть-чуть так вот его… Причем ему это вот… Необходимость этого участия, скорее всего, кто-то подкинул. А вот не сходить ли тебе там… Дружок. Дружок там, да, вот. Сделать то, чего ты не хочешь. Ну, я же не хочу. Ага, ага, а ты не хочешь. Значит, нужно это сделать. Ты тренируйся, тренируй свою волю. И потом ему спустится указание там сделать там что-то, может быть, другое. Что-то там… Пойти в карательный батальон. Да, принести, так сказать, доставить… Потому что они не хотят быть счастливыми и не разрешают сделать тебе… Часечку кофе дать ему. Да, принести коробочку просто из одного места, из пункта А в пункт Б, там. Закладочку сделать, там, да. Пожалуйста. И человек без вопросов он будет это делать вообще. Причем он будет уверен, что он делает что-то доброе, хорошее для вот этого будущего человека, который возникнет на месте примитивного биомашины вот этой, и который мы из себя представляем сейчас, о чем он знает, и ему тоже вот через этот кодекс дается понять, что он вообще никто, его собственные установки вообще не имеют значения. Он должен вот делать то… Понятно, что это как секта, да, работает. То есть они адаптировали и какие-то левые идеи, коммунистические, христианские, там и так далее. Калейдоскоп такой. Да, и я просто хочу сказать, что вот уже сейчас мы видим, что это не просто, это не какая-то книжка написанная. Это как бы живой процесс, который идет прямо на наших глазах. То есть каждый год это все делается, это все распространяется уже десятками тысяч лидеров мнений. То есть каждый из этих людей, за ним следуют еще люди, да. И я думаю, что это вполне вот как такая молодая, то есть идеология вот этих новых цифровых волков вполне работоспособна. И вот я боюсь как раз, что те «элиты», в кавычках, которые выпустили этого джинна из бутылки, они не смогут его затолкать обратно. Спасибо, Игорь. Как всегда было интересно очень. Уважаемые товарищи, я много раз говорил это и в своих роликах, и сейчас, общаясь с Игорем, убеждаюсь в том, что все глобальные процессы на нашей планете а. запланированы, это очень важно, и б. управляемые. Поэтому обращаюсь к родителям в первую очередь. Внимательно следите за тем, чем живут ваши дети, потому что подсесть на вот эту гадость, которая имеет такую привлекательную оболочку, трансгуманизм, о котором говорил сейчас Игорь, очень просто, и вы даже не заметите, как ваши дети могут на это подсесть. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. И подробнее обо всем этом вы можете прочитать в новой книге Игоря Шнуренко «Убить Левиафана». Книга эта выйдет в конце июля, но приобрести вы ее можете уже сейчас, потому что тираж будет довольно ограниченным. Вы можете перейти по ссылке, которая будет под этим видео, сделать предоплату, и вы получите эту книгу первыми. Вполне возможно, что она даже отправится к вам немножечко раньше, чем конец июля. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok